Здравствуйте! Каждый человек живет на земле не случайно. Он приходит в этот мир из небытия в бытие для того, чтобы исполнить свое предназначение пред Богом, пред своей Родиной и перед историей. Не все задаются такими сложными вопросами. Кто-то говорит, да я просто пришел пожить. Да кто-то говорит, ешь, пей, развлекайся. Но это не может являться смыслом и целью жизни. У человека есть цель. Во-первых, он человек. Он бессмертное существо. Телом человек живет на земле временную жизнь, а по его завершении временной жизни душа его переходит в вечность. А вот где будет его душа и зависит от того, как он ее проживет. Я вспоминаю замечательную книгу святителя Николая Сербского, которая так и называется «Ты нужен Богу». Почитайте эту книгу, и вы наверняка многое для себя сможете понять. Что происходит в этой жизни? А происходит очень серьезная борьба между добром и злом, между моим желанием и нежеланием, между светом и тьмой, между любовью и ненавистью, между жизнью и смертью. И вот мы в гуще этих событий. Святитель Николай Сербский удивительно точно говорит, что есть в мире три воли. Первая воля – это воля Бога, которая всегда неизменна. Воля третья, говорит святитель, воля дьявола, воля падшего духа, она тоже всегда неизменна во зле. И вот посредине вторая воля – воля человека. Она всегда свободна и всегда непостоянна. Итак, в мире действуют три воли. Воля нашего Создателя, воля нашего Небесного Отца и Бога. Воля дьявола, который всегда противник Бога и ненавистник человека. И всегда постоянен во зле. И свободная воля каждого из нас. Вот что дал человеку Бог свободу выбора. Не свободу от того, что сейчас особенно понимает молодежь. Свобода от родителей. Свободно носить любую одежду или ее не носить. Пить или не пить. Гулять, не гулять. С кем гулять. И как гулять. И сколько гулять. За эту свободу сегодня ратуют невоспитанные, к сожалению, в духовных отношениях наши молодежи. А вот если мы расскажем им, в чем состоит твоя свобода. Ты можешь свободно выбрать пойти на этот грех, на блуд, на смрад, на какие-то злачные места и заведения. Или выбрать чистоту своей души, которая обязательно вознаградит тебя мудростью, светом, радостью, любовью. Ты свободен человек. Вот та свободу, которую дал тебе Творец. Твой Творец по образу и по подобию которого сотворен каждый из нас. И вот понимая, что каждый из нас имеет возможность этого выбора, мы делаем свой шаг в жизни. Кто-то просто рождает детей, создавая семью. Живет, работает, ест, снова ест, снова работает, снова зарабатывает, ест, кормит. Эта жизнь превращается в некую постоянно вращающую шестеренку. И когда у человека ломается одна из них, из зубцов, и вот он начинает сначала прихрамывать, потом отчаиваться, потом унывать, потом жить не хочется. А для чего такой человек живет? Есть, спать, одеваться, снова этот каждый ежедневный круговорот. Разве в этом смысл нашей жизни? Мы пришли из небытия в бытие для вечной жизни с Богом. Ищите прежде Царствие Божие, сказал Господь, и правда Его, и все остальное приложится вам. Чего ищем мы? Что есть, что пить его, что одеться. Об этом предупредил нас Иисус Христос, основатель нашей веры. Не ищите того, что вам есть, что пить его, что одеться, ибо всего этого ищут язычники. А вы ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Если мы будем искать правды Божьи, если будем искать небо, то никуда от нас земное не денется. Все необходимое Бог даст. Конечно, при нашем усилии, при труде, при учебе, при достижении, при усилии, потому что Царство Божие усилием берется. Действительно, по древней поговорке, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Надо трудиться. Ведь христианский труд – это подвиг жизни. Тогда, когда все идут путем греха, тебе идти против них. Приведу вам один пример. Однажды я был в Москве, и не нашел правильно свои станции. Людей было так много, а столько висело указателей, что я увидел не совсем хорошо станцию, на которую пошел. И вот уже у эскалатора. Казалось бы, столько людей опускается, я понял, что я иду не туда. Я поворачиваюсь и иду против всех. Но я знаю, что я иду теперь правильно. Я прочитал, что туда я иду и заблужусь, и вообще мне не туда, и неизвестно, где я окажусь. Но если я вернусь, и все-таки против всех, выйду на свою станцию, я приеду туда, куда я вообще-то направлялся. И я пошел. Чего только не наслушался. Вот приезжали сюда, куда-то там, из деревни. Но я говорю, простите, люди, простите. Я не туда. Я неправильно прочитал. Мне на другую станцию. Пропустите. Вот сколько я шел, все как бы встречая меня, расталкивая. Им же надо было туда, а я против всех. И вот когда я вышел на свою станцию, я сказал, Господи, как хорошо, что иногда нужно идти против всех. Иногда нужно идти против многих. Еще хочу вспомнить один случай, который был со старцем Паисием Афонским. Он как-то приехал в город, в Афины, и, переходя через дорогу, увидел, как все идут на красный свет. И он пошел на красный свет. А потом, выйдя на дорогу, говорит, стоп, что я делаю? И вернулся, переждал. А потом, вернувшись келью, часто приводил этот пример своей братьей, своим духовным чадом. Иногда ты попадаешь в такой поток, который заставляет тебя идти вместе со всеми, даже против правил и законов, которые потом ощутишь на себе как нарушитель. Но есть жизнь прямого пути веры, надежды, любви. Иди этой дорогой и спасешься. Ты и весь дом твой. Ты будешь счастлив. Вот иногда нам нужно понять, что жить с Богом, жить по вере, это идти против многих, которые не верят и не хотят так жить. Но разве это должно нас остановить от этого пути? Нет. Мы должны идти и созидать дом своей души. Мы должны очищать себя от грехов. Мы должны жить в семье, в мире и согласии. Это не просто слова. Мы должны сегодня хранить верность своим супругам. Я обращаюсь к мужчинам. Мы это должны делать, потому что мы крещенные христиане. Мы должны сохранять крепость своей семьи. Мы должны любить и помогать своим женам, а не все перекладывать на их хрупкие плечи. Мы должны любить и помогать своим детям, их учить, за них молиться и трудиться так, чтобы им было, что поесть. Это наша мужская обязанность. К сожалению, сегодня многие об этом забывают. Сегодня огромное число разводов. А потому падает демографическая ситуация. Почему? Потому что каждый хочет жить для себя в своей свободе. В свободе от Бога, от нравственных ценностей, от нравственных критерий и заповедей Божьих. Разве можно так прожить свою жизнь? Давайте вспомним, дорогие братья и сестры, что мы люди, что человек сотворен Богом по образу и по подобию своего Творца. И жить должен, созидая. Жить должен, заботясь о других. Жить должен с любовью. Он должен любить. К этому призвал наш сам Бог. Он сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Люди, любите, не ненавидьте, не враждуйте, не ссортитесь, не разводитесь друг с другом, а любите, терпите, прощайте. Но самое главное, любите. Ведь без чего может прожить человек? Может прожить человек даже без семьи? Может. Без дома? Может. Может. А как на свете без любви прожить? Вот без любви человек прожить не может. Давайте дарить любовь нашим родным и близким, тем, с кем мы живем, тех, которых мы должны любить, иногда не получается. Вот об этой любви нужно просить помощи у Бога, имя которому – любовь. Господи, научи меня верить, терпеть, прощать и любить. Если вот так будем молиться, наше сердце осветится любовью. Оно захочет помогать сначала самым близким, потом дальним, а потом всем людям. И мы обретем тот желанный мир, о котором говорил Христос. Тот мир, без которого никто не увидит Господа. Вот этого мира, мира веры, мира надежды и любви, я хочу сегодня пожелать всем вам, дорогие братья и сестры, в завершении нашей встречи. И пусть Бог любви, надежды и добра всегда пребывает с вами.